Здравствуйте! С вами программа «Неделя города» и я, Марина Романюк. Смотрите в выпуске. По призванию медицинские работники страны отмечают профессиональный праздник. Ремонт дорог и общественный транспорт. Виталий Артемов выступил с отчетом за год. Чисто там, где не мусорят. Еще один полигон с ТБО и строительным мусором обнаружили под Рязани. В музыкальном театре прошло торжественное собрание ко дню медицинского работника. На праздники также наградили победителей конкурса «Молодой врач года». Подробности в нашем следующем материале. Профессионализм, милосердие, чуткость и доброта. Современные рязанские медики сочетают в себе все эти качества. Глава региона Павел Малков поздравил врачей нашей области с профессиональным праздником. Огромная благодарность всем нашим врачам, всем медицинским специалистам. Вы с честью, самоотверженно выполняете свой профессиональный долг. Каждый на своем месте работает. И мы все прекрасно понимаем, что нет ничего важнее спасения жизни и здоровья людей. Более важного дела просто нет. Я вижу и очень ценю вашу работу. Горжусь, каждым нашим достижением, министр, не даст соврать, постоянно обсуждаем. Я от всей души поздравляю вас с наступающим днем медицинского работника. Всем врачам вручили благодарственные грамоты и подарки с пожеланиями дальнейших успехов на профессиональном поприще. Римшкина Галина Витальевна, медицинская сестра эндокринологического кабинета поликлиники Скопинского режимного медицинского центра. По словам губернатора Павла Малкова, сфера здравоохранения в регионе активно развивается. За 2023 год в Рязанские медицинские учреждения закупили более тысячи единиц врачебного оборудования. Обновили порядка половины автопарка машин скорой помощи. Построили 15 ФАПов в районах области. Уже есть и дальнейшая стратегия модернизации сферы здравоохранения в регионе. В начале июня правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с крупными медицинскими компаниями. Так в Рязани планируют строительство плазма-центра и нового корпуса станции переливания крови. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Тем временем наша съемочная группа отправилась в детскую поликлинику, чтобы изнутри посмотреть на ежедневный распорядок рабочего дня педиатра. Галина Раева, врач детской поликлиники. С детства мечтала стать врачом. Окончательное решение приняла после истории с собственной бабушкой, которая тяжело заболела перед войной. Тогда не было антибиотиков, только токсичный стриптоцит. Шанс на выздоровление сводился к минимуму. Но в маленьком провинциальном городке молодая врач практически совершила чудо и вылечила женщину от крупозной пневмонии. С тех пор Галина Раева не рассматривала другую специальность и, закончив учебу, устроилась в поликлинику, где работает уже 31 год. Сначала участковым педиатром, а сейчас врачом дневного стационара. Сложно, но в принципе везде. Я не скажу, даже по прошествии вот стольких лет, я не скажу, что это профессия легкая. На самом деле она сложная, требующая постоянного сосредоточения. Вот ты все равно не отключаешься. Но здесь попроще, на дневном стационаре проще, в смысле, что ты хотя бы знаешь, что тебе вот каждый день предстоит. Ее задача состоит в том, чтобы осмотреть детей и назначить лечение. Массаж, физиопроцедуры и кислородный коктейль. А еще Галина Раева практически никогда не отказывает в дополнительных консультациях. Если у родителей возникают вопросы, расскажет и пояснит. Она всегда переживает за своих маленьких пациентов. Раньше, когда не было мобильных телефонов, звонила на городские, чтобы узнать об их самочувствии. Ее хвалят и медсестры, работающие с ней. Очень отзывчивый человек, всегда придет на помощь, всегда на телефоне. Готова всегда родителям помочь, объяснить все интересующие, волнующие их вопросы. Никогда не отказывает. Про доктора уже много что сказано. Человек, она совершенно замечательная. Мне очень комфортно с ней работать. По любому вопросу можно обратиться, как и по нашей непосредственной работе. Вот так же и просто в личных какой-то контакте. Бывают на работе разные случаи. Например, на дневной стационар ходил мальчик с тяжелой формой ДЦП. Он не разговаривал, но врачей и медсестер узнавал. А после лечения ему становилось хотя бы на время легче. Вот это, наверное, самое главное. Когда ты видишь какой-то результат своего труда, даже в самых каких-то тяжелых, запущенных случаях, если чуть стало терпимее даже жить, да, вот ты облегчил состояние ребенку даже такому тяжелому, это уже хорошо. Это уже как-то вот от этого становится на душе, ну, я не знаю, спокойной что ли. И ты уже забываешь обо всех трудностях. Ну, может, как хорошо, что я пошел в эту профессию. Анастасия Арнк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Ремонт дорог, пополнение единиц общественного транспорта, модернизация теплосетей – это только часть тем отчета главы администрации города. Рязань прошлого и приоритеты на будущее в нашем следующем материале. На еженедельном отчете правительства тема дорог и благоустройства всегда попадала в топ-3 по обращениям граждан. Этому и уделил особое внимание в своем отчете о работе за 23-й год глава администрации Виталий Артемов. Кстати, расходы в бюджете на дороги и сферу ЖКХ в прошлом году 25%. В цифрах отремонтировано 36 километров городских дорог, благоустроено 59 дворов, введена в эксплуатацию тоннельная часть западного коллектора. Благодаря поддержке губернатора значительно обновили парк городского общественного транспорта. В 2023 году поступило 64 новых автобуса большого класса и 58 троллейбусов. В марте 2024 года поступило еще 8 автобусов по нацпроекту и 20 машин. По многим показателям Рязань входит в десятку лучших по центральному федеральному округу. Четвертое место по объему инвестиций, пятое по объему промышленного производства. Здесь же объем строительных работ. По количеству построенного жилья на тысячу жителей Рязань на шестом месте в ЦФО. Средняя заработная плата увеличилась на 16%, что выше среднего значения по городам ЦФО. В 2023 году при поддержке правительства Рязанской области мы постарались заложить фундамент для развития города на перспективу. Обновили городской пассажирский транспорт, ведем благоустройство центра города Рязани, приступили к строительству двух новых школ, проектируем дороги и учреждения социальной сферы. Подходы к работе администрации пересмотрены. Главный принцип – это диалог с населением. При распределении расходов бюджета ориентируемся на людей, отрабатываем каждое предложение. Виталий Артемов отметил, что подходы к работе администрации пересмотрены. И главное теперь – диалог с населением. Потому в этом году бюджет по-прежнему остается социально ориентированным. Важные изменения при оплате за предоставление услуг ЖКХ. Если вы передавали показания счетчиков отдельно, то теперь делать это нужно до 25 числа каждого месяца. О причинах и важности этого расскажем далее. Вот 365 платин и следующие 367, 7 платин. Показания счетчиков выписаны в тетрадку. Каждый раздел – свет, ГВС и ХВС – в отдельную колонку, чтобы не путаться. Да и по основным показаниям можно быстро пробежаться, чтобы ошибки не было. В пункт приема платежей люди уже приходят с заранее выписанными показателями, чтобы быстро сообщить их кассирам и оплатить. Как вы передаете показания счетчикам? Вы непосредственно здесь оплачиваете и передаете показания или звоните? Нет, нет, здесь, соответственно, книжки. Сами пишем и оплачиваем. Прихожу, оплачиваем и все. Однако есть и те, кто передает показания счетчиков по телефону или через электронные сервисы. Для таких людей есть важное объявление от Эргмэк. С 1 июля наша компания переходит на прием показаний до 25 числа включительно. Передать показания можно любым удобным способом, как позвонив по телефону в наш кулцентр, так и дистанционными способами, которые указаны на нашем сайте. Дистанционно это в личном кабинете на сайте ГИС ЖКХ, на сайте эргмэк.ру, в мобильном приложении госуслуги дом или при оплате через приложение банков. Сам расчет будут производить с 26 по 30 число. А с 1 числа потребителю электроэнергии будет выставлена квитанция. Ее нужно будет оплатить с 1 по 10 число. Если до 25 числа в нашей организации не будет показаний от потребителя, ему будет произведено начисление по среднемесячному, рассчитанному исходя из предыдущих периодов, либо начислен норматив, если данные для начисления среднего будут отсутствовать. А по нормативу оплата в разы больше, чем по показателям. Разница, говорят специалисты, приличная. Потому показания лучше передавать заранее. Есть, что называется, лайфхак. Можно воспользоваться непосредственно сайтом эргмэк.ру. Здесь можно зарегистрироваться в разделе «Личный кабинет» для бытовых клиентов. Там можно не просто передать показания онлайн, сделать это практически одним щелчком мыши, а также быстро оплатить. Притом без лишних походов. Сотрудники Россельхознадзора посетили ветеринарную аптеку. Визит был профилактический. Как все прошло, расскажем далее в сюжете. Здравствуйте. 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 Возвращение Россельхознадзора. Мы с вами профилактический визит. Проводим вашу ветеринарную аптеку. Меня зовут Максим Вячеславович. Я являюсь главным врачом. Что нам надо показать? Если коротко, то показать надо все. Хоть визит в ветеринарную аптеку и профилактический, степень контроля от этого не меняется. Начинают, естественно, с лекарственных полок. Вот у нас находятся стеллажи с препаратами. Они в полочке подписаны. Да, стеллажи, они отдельные. Первый, второй, третий. В роте годности вы соблюдаете, все учитываете. Стеллажная карта у вас в каком виде в электронном виде очень? Да. Конкретно в этой ветаптеке лекарства на полках расположены не по алфавиту, а по группам препаратов и по их назначению. В Россельхознадзоре говорят, что это не ошибка. Главное, чтобы хаоса на полках не было. Да и про сроки годности препаратов забывать не стоит. Всегда проверять, всегда убирать лишнее. Вакцины, они находятся в холодильнике. Верхняя полка в основном с вакцинами. Здесь непосредственно препараты. Термометр имеют. Да, термометр два на верхней и на нижней полочке. Тоже поверенные, тоже, соответственно, свежие. Тоже, потому что до этого сотрудники Россельхознадзора проверили гигрометр. Это прибор, который измеряет влажность в помещении. В Россельхознадзоре рассказали, что зачастую один из недочетов связан именно с ним. Гигрометр, который непосредственно измеряет температуру и влажность в помещении, бывает часто неповеренный. То есть висят просрочно, не следят за влажностью, не заливают влажный термометр. То есть, естественно, это может сказаться на качестве препаратов, которые хранятся в данном помещении. Следом проверка журналов. Здесь тоже недочетов не выявлено. И как итог, осмотр карантинной зоны. Это небольшой контейнер, в котором должны храниться лекарства, у которых истек срок годности, которые не сертифицированы или у них повреждена упаковка. Сейчас контейнер пуст. Таких лекарств нет. Профилактический визит завершен, нарушение не выявлено. При этом сотрудники Росселькостнадзора проверили все важные пункты. Такой профилактический визит проходит минимум раз в месяц. Профилактические мероприятия у нас добавлены самоинспектированием. Это мероприятие, которое оценивает сам себя предприниматель. То есть, что он соблюдает, что нет, а мы отвечаем на вопросы по требованиям. И присылает нам эти ответы. То есть, это все в таком неочном формате происходит. Мы потом все это проверяем. И созваниваемся с предпринимателем. Если есть какие-то недоработки, соответственно, консультируем, что ему нужно исправить, чтобы наладить его работу. По постановлению правительства, проверки в данной сфере запрещены. Потому, если сотрудники недочеты и находят, то дают рекомендации, как их устранить. В идеале, конечно же, содержать свое рабочее место в порядке. Это и для себя хорошо, и для людей, которые приходят за препаратами для своих питомцев. Гуманитарную помощь для бойцов в зону специальной военной операции отправляют регулярно. Обычно груз формируется так. Самое необходимое плюс по списку от бойцов. Иногда удается собрать и правда нужные вещи, те, которые так необходимы на передовой. От всего нашего воинского коллектива хочу передать глубочайшую благодарность за предоставленный БУЛАТ, который поможет нам противодействовать дронов в ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции. Детекторы дронов БУЛАТ и гуманитарную помощь регулярно передают в зону свой благотворительный фонд «Доброволец». В течение месяца жители Рязани Одинцова и Голицына Московской области собирали грузы по запросам, которые делали сами бойцы. И вот юбилейный десятый раз груженные машины с предметами первой необходимости отправились в зону СВО. Сегодня в приоритете продукты, одежда и медикаменты. Последнее для госпиталей Донецка. В интернаты же города Сватова Луганской Народной Республики передали концтовары, одежду, обувь, игрушки и сладости. Помимо бытовых вещей отправляют и техническое оборудование для фронта. Такие дорогостоящие вещи, как генераторы, приборы ночного видения. В этот раз мы отправили на фронт ребятам приборы ночного видения и также несколько автомобилей для бойцов и запчасти, колеса для автомобилей. По просьбе бойцов передали четыре прибора ночного видения, главное достоинство которых – отсутствие дальномеров и инфракрасной подсветки. То есть они невидимы для вражеских тепловизоров. Это поможет нашим бойцам во время штурмов. С новыми приборами ночного видения можно выполнять боевые задачи, не выдавая свои позиции. Остаться незамеченными для врага – важная и в то же время непростая задача. Компактные автомобили – еще один незаменимый на фронте помощник. Их тоже отправили в зону СВО. Автомобили отправили, 99 отправили в порядок, уедет на Херсонское направление, также УАЗ Буханка. Сейчас тоже на Херсонское направление поедет к нашим ребятам. Так, в принципе, одну-две машины в месяц мы отправляем стабильно. Сейчас еще две Буханки купили, они стоят сейчас обслуживать СТО делать. На этих автомобилях можно доставлять боеприпасы и эвакуировать раненых. Они маленького размера, более маневренные, их сложнее подбить врагу. Всего за 2024 год в зону СВО отправили около 10 таких компактных машин. Я хочу поблагодарить благотворительную организацию «Доброволец» за такую масштабную работу, нужную работу. Я хочу поблагодарить каждого участника, кто оказал помощь, кто оказал поддержку. Склад фонда «Доброволец» находится по адресу Славянский проспект, дом 6. Сюда все желающие могут принести нужные вещи, которые помогут тем, кто находится в зоне СВО. В особенности требуются медикаменты для госпиталей и одежда. Важна любая помощь. Ранее мы уже рассказывали о расследовании уголовного дела о таинственном убийстве на охоте. Приговор убийцы, однако, вынесен. И у нашего канала есть уникальные кадры из зала суда. Исследованные судом доказательства в своей совокупности достоверно подтверждают ввинение в полном объеме. Далее полное описание преступления. По версии обвинения, в двойном убийстве виновен мужчина, единственный оставшийся в живых из всей троицы. Напомнили и обстоятельства произошедшего. Как установило следствие, трое мужчин приехали в Клепиковский район для охоты. Для этого выбрали место именно в охоту годьих. Там разбили временный лагерь, установили палатки. Далее пришли к готовке. Стали разогревать еду, распивать спиртные напитки. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, осужденный нанес двум мужчинам более 40 ножевых ранений. После чего скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С ограничением свободы сроком один год. Подсудимый вину свою отрицает. Приговор же в законную силу не вступил и может быть обжалован. О мусорных полигонах в наших эфирах мы рассказываем регулярно. Обычно они стихийные. Где один человек что-то выбросил, непременно бросит и следующий. Так сначала небольшая кучка соберется, а там и до захламления недалеко. Но обычно полигоны эти ответственные лица быстро убирают. Однако даже здесь встречаются рецидивисты, которые за собственной территорией не следят. На этом полигоне ровно все то, что на землях сельскохозяйственного назначения быть не должно, говорят сотрудники Россельхознадзора. А именно стройматериалы, следы бетона и кирпича, плюс куски шифера. Проще перечислить, чего тут нет. И все это в Дубровичах. На землях сельхозназначения. Собственник земельного участка неоднократно привлекался к административной ответственности. Выносились ему предостережения по факту контроля надзорных мероприятий. В результате чего он совершал все-таки некоторые действия по устранению загрязнения. То есть захламление земельного участка. Однако через некоторое время захламление твердыми бытовыми отходами, строительными отходами, опять же приобретал данный вид, который сейчас есть. Обнаружили эту свалку 4 года назад. Ее площадь порядка 7 тысяч квадратных метров, говорит инспектор. И добавляет, что за все это время она только разрастается. То есть ведомство пишет хозяину земель предостережения, а документ этот носит рекомендательный характер. Сейчас вопрос по этой свалке все еще открыт. Предостережение у хозяина с лихвой, говорит инспектор. Но ВОЗ и ныне там. Был даже разработан проект рекультивации земель. То есть документ, в котором расписаны мероприятия по восстановлению плодородия почв после привезенного сюда мусора. Тем не менее, практически все эти 4 года свалка оставалась в своем первозданном виде. Груды строительного мусора на 7 тысячах квадратных метров земель сельскохозяйственного назначения. Спонсор программы «День города» – выставка продажи икра и рыба Камчатская. Свежие и вкусные деликатесы Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. Восемь часов на самолете до Улан-Удэ. Потом 15 часов на поезде до Улан-Батора. И все для того, чтобы сесть на наш отечественный пазик. И 3 дня ехать по степям к финальной точке – реке Халхенгол. Такой путь проделал рязанский художник Владимир Янаки, чтобы попасть на международный пленер под небом победы. Прошел он в Монголии и посвящен победе советско-монгольских войск над японской армией. Помимо Владимира Янаки, в пленере участвовали 10 российских и 15 монгольских художников. География нашего пленера очень обширна и широка. Мы ознакомились и посетили все знаковые места боев 1939 года. Это собственно и сам район реки Халхенгол, Самон-Халхенгол. Мы посетили музей на реке Халхенгол. Уникальный музей с великолепной коллекцией, рассказывающий своим посетителям о тех событиях 1939 года. Также мы посетили озеро Буэр-Нур. Сражение на реке Халхенгол продолжалось с мая по сентябрь 1939 года. Тогда Япония захватила север Китая, а после направила свою агрессию на соседнюю Монголию. Река Халхенгол стала красной линией, переход через которую привел бы к вооруженному столкновению. На помощь монгольским войскам пришла Красная армия под руководством Жукова. В ходе боев за высоту Баян-Цаган японскую армию отбросили назад, а Япония и СССР заключили договор о ненападении. А так выглядит высота Баян-Цаган сейчас, 85 лет спустя. Внесут та самая красная линия Халхенгол. Вдали можно разглядеть сопки, с которых и наступали японцы. Сейчас же здесь остановились художники, чтобы сделать этюды. Кстати, там до сих пор можно найти остатки снарядов. Монгольская земля будто не принимает их и выталкивает наружу, говорит Владимир Янаки. Часть художник привез с собой в Рязань. Вот они лежат на столе. Из-за сухого монгольского климата осколки хорошо сохранились. Можно даже увидеть следы полировки металла. А это уже ночные переезды. Атмосферные, добавляет Владимир Янаки. По радио играет монгольская народная музыка. За окном темная степь. В общем, полное погружение. Всего художники изъездили тысячи монгольских дорог, несколько аймаков, территориально-административных единиц. И места, связанные с основными сражениями. Итоги пленера представили в Улан-Баторе на приеме в российском посольстве. Важно то, что именно художники наших стран первыми откликнулись на мысль, на идею отмечать в этом году 85-летие Великой битвы на Фалкинголе. Этот прием был организован к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Также все наши работы экспонировались на большой отчетной выставке в галерее Союза художников Монголии. В планах экспедиция в пустыню Гоби. Называться пленар будет по следам экспедиции Николая Рейриха. Но об этом уже расскажем в наших следующих сюжетах. Морепродукты с Дальнего Востока в Рязани. У вас еще есть время приобрести? Возле торгового центра «Премьер» до 15 июня включительно. Выставка продажа «Икра и рыба» Камчатская. Лето – время легких перекусов, свежих фруктов и ягод. Многие отказываются от мяса, и чтобы восполнить белок в организме, необходима рыба. Эта пища и легкая, и полезная. И помимо белков, организм получит необходимое количество минералов, витаминов, жирных кислот. Морская рыба особенно богата всеми веществами, которые так важны для нормальной жизни и здоровья человека. На выставке продажи «Икра и рыба» Камчатская – морепродукты прямиком с Камчатки, без заморозки. Особый способ доставки даже в летнюю погоду гарантирует свежесть и сохранность вкусовых качеств, а также всех полезных веществ. И это подтверждают десятки довольных покупателей. «Именно здесь? Ну не знаю, тут выбор хороший. И свежие, и все. Да все знают, и все приходят. Все хорошие. Свежие». «Ну просто мне нравятся эти продукты, и все». 35 видов рыбы. Нерка, омуль, белорыбеца, чавыча, палтус и красная икра. Холодного и горячего копчения, слабосоленая. Попробовать можно прямо здесь. Продавцы любезно предоставляют продукцию к дегустации, ведь скрывать им нечего. Своей продукцией здесь гордятся, поэтому морепродукты с выставки продажи покупают к праздничному столу, а также, чтобы порадовать близких и родных. Жена, она немножечко, скажем так, любит это все. И, в общем, она поручила мне это сделать. Приобрести лучшие морепродукты высокого качества и непревзойденного вкуса можно до 15 июня включительно возле центрального входа в торговый центр «Премьер». Икра и рыба Камчатская ждет вас. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Рязань, встречай! Свежий лов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 10 по 15 июня. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова